Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 17 августа 2020 года, и я вдогонку делаю третью серию по фильму «Купим ваши души недорого». Если вы думаете, что это будет ответ на вопрос, что делать, который многие задавали в этой ситуации, когда нас обманывают, то нет, ребятки, я вам ещё подбрушу дровишек, костёр, что называется, по свежим следам. Сегодня со мной произошло такое приключение, и я спешу вам всем это сообщить, а также предупредить. Возможно, я ошибаюсь, возможно, я ошибаюсь, но сейчас я вам всё покажу. То, что меня очень сильно сегодня взволновало прямо до глубины души, возомутило. Я очень сильно не люблю, когда меня обманывают, и обманывают долго. Я вообще не люблю обман по жизни, просто не люблю тех, кто врёт. Вот, ну, не люблю, и всё. Вот так меня воспитала моя мама. Она меня воспитала в нетерпимости ко всякого рода лжи, поэтому я её изобличаю. Я вижу, когда люди врут, но когда врёт так называемое государство, и ты, так сказать, расположившись, доверившись ещё как-то изначально, не зная юридических тонкостей, ты вдруг сейчас, вот образовываясь, вырастая, осознавая, изучая документы, изучая ролики тех людей, которые уже прошли путь, которые нам разъясняют, и сам начинаешь разбираться, понимать во всём, ты видишь глобальность, масштаб обмана, ну, я просто… Это уже личный вызов, извините, это личный вызов божественной моей природе. Я в этот мир пришла не для того, чтобы меня тут какие-то упыри разводили на полную катушку, в наглую. И сейчас я вам это всё покажу, просто вот, что произошло сегодня. А сегодня ничего особенного не предвещало. Я вернулась после отпуска в Москву, и мне нужно было поменять свою социальную карту москвича. Я пенсионерка, у меня есть социальная карта москвича. Ничего особенного. Мне нужно было приехать в МФЦ, мы приехали с мужем, муж одел маску, взял, сказал, говорит, возьми маску, а то не будут обслуживать. Я на всякий случай, конечно, взяла маску, если вдруг какие-то там, вот мне нужно было просто срочно эту карту получить. Но когда я пришла в МФЦ, я обратила внимание, что стояла девушка в маске, все ходят в масках, там народу было не очень много, комнат было достаточно много, а людей в них немного. Но все сотрудники в масках и в перчатках, а посетители все просто в масках. Просто в масках. Не было ни одного человека, который бы не носил маску. Очень многие просто нос освобождали, но всё равно на них, на лице была маска. И вот я подошла и взяла талончик, и женщина, девушка там или молодая женщина, она говорит, да, пожалуйста, вот талончик, вот вам туда-то, туда-то, заменить карту, пожалуйста, оденьте маску и перчатки. В этот момент я и говорю. Кстати, я ничего не записывала, не фиксировала, я вам просто рассказываю, как есть, буквально цитирую, потому что это всё по свежим следам произошло, поэтому я ничего не забыла, всё у меня в ушах, весь этот разговор стоит. Я просто всё процитирую. У меня не было задачи кого-то подлавливать там, конфликтовать, какой-то вот хайп ловить на этом. Я просто рассказываю, как всё это было. Я ей говорю, но ведь это рекомендательное, одевать маску. Она говорит, да, рекомендательное, но желательное, я говорю, а желательное – это не обязательно. Ну, понимаете, нам, у нас приказ мэра, у нас распоряжение мэра, она сказала. Я говорю, ну, распоряжение мэра – это для вас, вот вы одеваете. Она, в принципе, ни звуком, не возразила ничего. Я просто взяла свой талон и стала ждать своей очереди. И в этот момент, когда подошла моя очередь, я села за столик, опять-таки, я не снимала ничего, мне просто нужно было получить быстренько свою карту, у меня было ещё полно дел. Я села, я смотрю все сотрудники в этих перчатках, и я в этот момент думаю, зачем же всё-таки маски и перчатки? Вот что же в этом такое? Как вот блогеры, которые это дело разбирают, они считают, что это приучение, безусловно, это приучение людей зомбирования, как вот рефлексы собаки Павлова, что вот сказали, одели, сказали подпрыгнуть, а не подпрыгнут. Что скажут им, то они и будут делать, потому что их приучают к этому носить маску. Это всё уже, это не человеческое какое-то поведение, это что-то ненормальное, неестественное, и людей к этому приучают, к ненормальному, неестественному. И когда сотрудница начала набирать текст, вот для того, чтобы мне эту справку выдать, или бумагу для того, чтобы я расписалась в получении этой карты, я как раз смотрела на её руки в этих перчатках и думаю, ведь как же неудобно, наверное, чувствительности совсем нет. И вот эта мысль чувствительности совсем нет, а скорее всего, она и клавишно не чувствует. Я просто в этот момент думала об этом. И я считаю, что это и есть главная ключевая мысль как раз в продолжении темы фильмов «Купим ваши души недорого», потому что вот и темы нейроинтерфейсов, потому что как раз потери чувствительности, обоняния, и приучают людей через перчатки к потере чувствительности, потому что на кончиках пальцев это знают все физиотерапевты, это все, кто занимается, вот массажист, они знают, что такое самые чувствительные кончики пальцев. Это зоны, где есть акупунктурные точки так называемые, как раз вот эти точки, через которые связь со всеми органами происходит. И потери чувствительности вот в этих зонах на мякушках пальцев это очень плохо для человека. Он теряет массу сенсорных ощущений. И вот вдруг у меня это озарило. Думаю, так вот для чего перчатки-то, для того, чтобы человека приучать терять, то есть его расчеловечивать вот таким образом, не просто так. Значит, борьба и заявление своих прав, изъявление своих прав, как меня поправили, заявление-то заявью, значит, изъявление, изъяве. Вот изъявление своих прав я изъявляю свои права, когда меня не обслуживают без масок, чтобы они предъявляли документы на основании чего. Это люди уже делают, но это делают единицы, поэтому они и беснуются, поэтому они и наглеют из-за того, что единицы, остальные ходят просто тупо уже в этих масках, как роботы, не понимая. А зачем вы ее вообще носите? У нас что, пандемия? У нас что тут? Что происходит? Зачем вы перчатки одеваете? Вы что, заразные? Зачем? Пускай они объясняют. Так ведь никто же не объясняет. Они должны дать приказ, а приказа нет, потому что нет такого права навязывать человеку, одевать маску и перчатки. И вот, мы должны это отстаивать, мы должны спрашивать их, требовать с них обоснования. Они должны отвечать за свои поступки. И вот в этот момент я думаю, она мне готовит бумагу. Бумага, естественно, пишется на физлицо капсом, получая эту карту москвича. Ну, что делать? Да, я в оккупации, я это понимаю. Как бы я жила в оккупации, будучи в партизанах, в каком-нибудь оккупированном городе, при фашистах. Мне бы тоже приходилось аус-вайса какие-то эти документы иметь. И я, значит, расписываюсь за эту карту на первой страничке и отдаю этот листочек ей. Она мне возвращает, говорит, а вот ещё на обороте, там текст на обороте, вот здесь ещё надо расписаться. Я говорю, я буду смотреть. Она, да там нет ничего такого, это просто вот, чтобы карту получить, ещё что-то. Я говорю, я всё понимаю, но я всё-таки посмотрю. Я ничего, вы знаете, ничего у меня не было, никакой тайной мысли, я ничего не искала, никаких подвохов. Я просто решила, вот этот самый момент осознанности, о котором я говорила во второй части фильма «Купим ваши души», вот это мгновение осознанности, которое нужно в нужный момент. Я просто сказала, вот я решила поиграть в эту игру. Я говорю, я посмотрю, я не верю уже вашим организациям, я просто посмотрю, почитаю этот текст. И я выпала там вот в осадок. Я говорю, это что вообще такое? Это как это понимать? И вот мы сейчас с вами разберём этот текст, который дают всем пенсионерам, когда они получают социальные карты. Всем до единого. И сейчас я вам скажу, что за всем этим стоит свою версию, безусловно. Возможно, я ошибаюсь, и юристы меня, настоящие народные, не вот эти шушера всякие, которые сюда приходят на канал, пошли вон отсюда. Я запрещаю вам вообще быть на моём канале. Эти все пособники оккупантов пошли вон отсюда. Только народные юристы. Разбирайте, а я вам скажу свою версию. Итак, вот это оборотная сторона, листочка. И что здесь написано? Инструкция по заполнению заявления. Сейчас я увеличу. Будем читать. Не очень хорошо сфотографировалась, потому что света мало, но это вот то, что было сегодня, в смысле 17-го. Сейчас я уже фильм делаю, уже ночь на 18-й перешёл день. Итак, инструкция по заполнению заявления. Они даже инструкцию дают. Фамилия, имя, отчество, физлицо, заявителя. Так, сейчас получше. Заявительное заполнение в правильном, в именительном падеже. При оформлении заявления для получения карты по доверенности. При оформлении заявления при получении карты по доверенности дополнительно заполняются данные, дополнительно заполняются данные доверенного лица. То есть, данные доверенного лица, если по доверенности, дополнительно. Я не случайно фиксирую сейчас всё на этом. Третье. Подпись заявителя должна быть расположена в пределах выделенного поля. Заявление заверяется подписью заявления, заверяется подписью уполномоченного сотрудника и штампом организации, оформляющей заявление. То есть, уже к карте это никакого отношения не имеет. Вот на той стороне, на лицевой, там всё, что имеет отношение к социальной карте. А это оборотная сторона, которую предлагают всем, буквально, пенсионерам. И это заявление. И главное показано, как надо заявлять. Вот как выглядит этот листок. Там дальше, ну, здесь он у меня не помещается полностью, потом увидите. И что значит здесь дальше? Согласие на обработку персональных данных. В настоящем подтверждаю, вот обратите внимание на то, сколько много текста. И вот это вот, это не абзац, это одно предложение. Теперь сразу, глядя просто на это, на всё. Вот скажите, обыкновенный человек, когда он приходит, пенсионер, когда он приходит за вот получать карту социальную, он будет он во всё это вчитываться? Ему скажут подписать там внизу, он и подпишет, вот там внизу. Он и подпишет и отдаст, и всё, и получит свою карту. А что он подписал? Он не знает, что он подписал. А мы сейчас посмотрим, что я бы подписала, если бы не мгновение осознанности, о которой я говорила в первой и второй части «Купим ваши души». В принципе, я это говорю на своём канале «Сознание 21 век» косвенно или не косвенно, что такое осознанность. Осознанность — это капля энергии, свободная энергия, которая позволяет разуму высвободиться из-под матричных установок. И вот эта капля энергии, она просто так на халяву не даётся. И об этом мы будем говорить на том моём канале. И значит так, согласие на обработку персональных данных, что нам подсовывают сплошь и рядом. Но здесь есть ещё кое-что. В настоящем подтверждаю своё согласие на осуществление государственным, унитарным предприятием города Москвы Московский социальный регистр ГБУ МФЦ города Москвы следующих действий с моими персональными данными. Скобочка открывается. «Персональными данными недееспособного лица тире субъекта персональных данных». Ещё одна скобка. «В случае, если заявитель является законным представителем, скобка закрывается двоеточие, их обработку, скобка открывается, включая сбор, запятая систематизацию, запятая накопление, запятая хранение, уточнение, ещё одна скобка, обновление через запятую, изменение, скобка закрывается, использование, изменение, обновление, изменение, использование, обезличивание, распространение, скобка открывается, в том числе, передачу третьим лицам, скобка закрывается, Блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления государственной услуги, о результате предоставления государственной услуги, в целях получения информации об этапе предоставления государственной услуги, о результате предоставления государственной услуги, внесения сведений в состав сведений базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, выпуска социальной карты и последующего предоставления мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, осуществления комплекса мероприятий, направленных на поддержание и или восстановление моего здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг, прочих льгот с использованием социальной карты, а также на их использование органами государственной власти города Москвы под ведомственными им организациями, в том числе в целях улучшения их деятельности. Супер! Фу! Вы знаете, я прежде чем вам это прочитать, и вот имея вот эту реакцию, которую я сейчас вам показала, я перечитывала это раз 20, я вчитывалась. Я вчитывалась и думаю, это же надо было как вот, чтобы чёрт ногу сломал, это же надо было, это предложение, это предложение, это вот будет кто-то вчитываться. Вы представляете, что они творят, а? Это вот из опов язык, какой там, да, из опов язык, это чтобы вообще никто ничего не понял. Но мы сейчас разберёмся. Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, сопровождающие его данные и или персональные данные, формируемые в общегородской интегрированной информационной автоматизированной системе учёта с использованием карт при изготовлении обращений социальной карты заявителя, обрабатываются для обеспечения обслуживания социальной карты, получения льгот, в том числе путём информирования и предоставления доступа к личному кабинету на портале государственных и муниципальных услуг функций города Москвы, их учёты и введения единого реестра социальных льготников города Москвы, информирования об изменениях, связанных с выпуском, выдачей и обслуживанием социальной карты. В настоящем уполномачиваю органы государственной власти, это я, значит, уполномачиваю органы государственной власти города Москвы и подведомственные им организации получать информацию о номере счета моей социальной карты и даю согласие банку-эмиссенту моего расчетного приложения предоставлять по запросу указанных органов организации информацию о номере счета моей социальной карты с целью выдачи обслуживания социальной карты и обеспечения предоставления мне мер социальной поддержки. В настоящем также подтверждаю свое согласие, это как бы если я подпишу, подтверждаю свое согласие на получение мной информации о предоставлении государственной услуги, а также о деятельности органов государственной власти города Москвы и подведомственных им организаций указанная информация может быть представлена мне с применением неголосовых коммуникаций путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи, коротких текстовых смс-сообщений, рассылки и ВВД посредством направления мне сведений по информационно-телекоммуникационной сети интернет на предоставление мною номера телефона и адрес электронной почты. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных неизвестен. Вот, кстати, он мне неизвестен. Отзыв направляется в письменном виде к государственному унитарному предприятию города Москвы Московский социальный регистр. Соответственно, видите, в конце они написали, что порядок отзыва согласия на обработку персональных данных. И дальше адрес, и там дальше подпись. Нужно поставить, там стоит галочка, где нужно расписаться. Возможно, многие из вас уже в теме, и вам резануло, ух, уже кое-какие слова, которые я изначально прочитала. Возможно, нет. Но я вот буду говорить то, что я увидела. Значит, первое, что? Вот то, что я изначально увидела, сказала сразу. Нет, я не буду это подписывать. На что она взяла этот листок и сказала, ну и не надо. То есть это не обязательно, но людям это всем предлагается. Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление государственным унитарным предприятием города Москвы, Московский социальный регистр города Москвы, следующих действий с моими персональными данными. Скобка открывается. Персональными данными недееспособного лица тире субъекта персональных данных. Нормально, а? Значит, каждый человек, который, не задумываясь, возьмет и подмахнет этот листочек, признает себя недееспособным лицом. Далее здесь еще находится, я не буду по-новому это все перечитывать. Вот здесь вот в этой мути, в этой мути, то, что они написали, здесь написано «получение льгот». И чтобы доступ к счету, ну скажут, ну доступ к счету, ну к вашему, это же все ради вас, вот тут вам потом смс будет приходить. Нет, ребята. Что я поняла? Это написано для опекунов, тех самых опекунов, которые есть у физлисток, когда мы получали форму паспорта П1. Вот только здесь вот эти опекуны, они уж их, по всей видимости, тьма тьмущая, и здесь в данном случае они имеют льготы, то есть выделяются какие-то средства, льготы на поддержку пенсионеров, как вот выделяются, как оплачивается наше ЖКХ. Это все выделяется, оплачивается, но до людей, мы знаем, это не доходит. И здесь то же самое выделяется. И для того, чтобы эти опекуны, которых мы не знаем, получали по всем правам, как они между собой, у них должна быть, они же все четко по правам делают. Им нужно наше полное согласие. Это предложение оферта, стопроцентная оферта. Если ты ее подмахиваешь, это твои проблемы. Они тебе предложили, они тебя не заставляют. Они тебе просто говорят, вот там надо еще подписаться. И ты тупо подписываешься, не глядя. Ты доверяешь этой женщине, в глаза ее смотришь, она там сидит, миловидная женщина, хлопает глазками. Я ей потом сказала, вообще, говорю, вы понимаете, что вы делаете, что вы творите? Вы понимаете, что вы пособник оккупантов? Вы сама в этой же ситуации, вы такая же недееспособная? Вы сами вообще понимаете, что вы делаете? Она просто хлопала глазами. Вот это самое главное. Внимание, не подписывайте ничего. Внимание, смотрите. Смотрите внимательно. Читайте эти тексты. Не берите. Возьмите ее, скажите, вот возьму, почитаю домой. Сидите хоть час, хоть два. Плевать, пускай там думают про вас, что хотят. Читайте каждое слово. Вчитывайтесь, прежде чем подписать. Особенно сделать себя недееспособным. А теперь мы посмотрим на законодательство. То есть здесь четко, сто процентов. Если мне кто-то скажет, нет, вы неправильно поняли. Это недееспособный. Это если вот недееспособный инвалид, а с ним кто-то придет. Ничего подобного. Здесь вот если кто-то по доверенности, потому что что такое недееспособность? Чтобы человек был недееспособным, его должен признать суд. И должно быть решение суда. И тогда должна быть доверенность, если кто-то приходит с недееспособным, это должно быть решение суда плюс доверенность. Здесь не просто так. А здесь человек подмахивает, и они, используя вот эту невнимательность, скажем так, безответственность, доверчивость наших людей, это именно доверчивость наших советских людей, тем более пожилой возраст, когда уже и так-то, и зрение может быть не очень хорошее, и не может разглядеть человек, ему очки нужны, а тут его торопят, ему неловко. Это специально все делается, чтобы было неловко. Чтобы он, да, стушевался и взял и подписал, и не прочитал вот это. Вот они, вот эти опекуны, будут получать все льготы за этого человека. Ему он получит там шиш с маком, самый там минимум, который спрятать уже невозможно. А все льготы, которые мы просто не знаем, они наши деньги переводят, советские деньги, вот через такие вещи. Они оформляют, вы же подписали, ля-ля, и все. А то, что это не законно, по-любому это противозаконно, даже по их РФ-овским законам. Вот это противозаконно. Но поскольку это одна контора, и они в сговоре, то они будут себе эти деньги начислять. Естественно, рядовые сотрудники тут мимо, кассы едут. Это все, значит, это банк ВТБ, и это мэрия Москвы, это правительство Москвы, вот этим всем занимается, вот так подсовывают людям вот такие бумажки. Сейчас мы перейдем на законодательство. Недееспособность – это Википедия, но это гражданское право, гражданский кодекс. Снизу самое главное вот, что в России недееспособность признается за гражданином в силу недостижения возраста 14 лет, с 14 до 18 он является частично дееспособным, в 18 наступает полная дееспособность. В случае, когда законом допускается вступление в брак, ля-ля-ля, так это не то. Вот, признание недееспособным. В случае психического расстройства гражданским, так, вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководителями, может быть признан судом, недееспособным в порядке, установленным гражданским процессуальным законодательством. Над лицом, признанным недееспособным, устанавливается опека, при этом такое лицо полностью сохраняет правоспособность. Видите, как интересно. Здесь должна быть и судебно-психиатрическая экспертиза, и должно быть обязательно решение суда. Решение суда обязательно. Вот здесь даже дается статья, как признать человека недееспособным собирать документы нужно для суда. Медицинские показатели. То есть есть, ну, если человек действительно там уже по старости или еще какие-то у него моменты, что у него нету психического здоровья, то родственники собирают документы, медицинские показания, и только через суд, может, только суд уже устанавливает документально, и над этим человеком возникает опека. А что мы в данном случае в Росреестре московской власти и банка ВТБ? А здесь мы видим, что просто без всякого суда предлагается человеку собственноручно признать себя недееспособным, и чтобы вот это вся, вот это вот сквозь вот этот текст, вот здесь вот вписано, вкраплено, то, что они будут, во-первых, они могут уничтожить персональные данные. Вот человек дает на это согласие, в том числе автоматически здесь написано. То есть если им нужно будет в случае какой-то вот заварухи убрать это все, ты сам согласился, это все уберется моментально автоматически. Они все прописали. Доступ к счетам, то есть если на соцкарте есть еще какие-то денежные счета, туда можно, то, пожалуйста, и третьим лицам в том числе, они будут в курсе, они будут тут пользоваться твоим счетом, как хотят, перегонять эти советские деньги, рубли себе на свои счета. Через твой счет, потому что ты недееспособна, они будут опекуны. Но кто эти опекуны? Личности, мы их не знаем. Просто они здесь высветились таким образом. Я еще хочу сказать, что я еще заметила это по такой теме, как безработица. То есть социальное пособие по безработице. Там то же самое, поскольку бибариками людям выдают вот эти вот гроши безработным, заводов работы нету, ничего нету, масса безработных, им выдают гроши, на этом отмывают советские деньги. То есть на каждой сделке, как мы поняли по первой части фильма, отмываются советские деньги. Все это делает руководство. Естественно, сотрудники просто тупо участвуют вот в этом беспределе. Такие же бараны, которых точно так же используют, но они как бараны-пособники вот этих оккупантов за краюшку хлеба. Они не хотят ни во что вникать. Я думаю, если бы они вникли, если бы у них была совесть, вот это понятие совесть, они бы не смогли там работать, либо начали бы как-то уже саботировать вот этот беспредел, вот этот оккупационный беспредел, когда людей просто обманывают, подсовывая, подписывать вот эти бумажки на недееспособность. Ну и когда я еще раз это прочитала, я сфотографировала, она мне ни звука не говорила, что да, я говорю, я сфотографирую. И я в конце концов говорю, дайте-ка мне назад эту бумажечку. Вот что я написала. То и написала, как поняла. Сейчас я понимаю, что надо иметь при таких вещах красную ручку. Вообще теперь больше ни одному вот этому псевдогосударственному органу не верю. Надо их всех просто проверять. Вот все, они во мне разбудили зверя. Я не признаю вот эту ложь. И все, они во мне вот врага, нажили просто врага конкретного. Ну и вот что, вот видите, 17 августа. Вот здесь надо было поставить подпись. Вот такой этот листок. Дальше вот что я взяла. Запрещаю использовать мои персональные данные. Я дееспособный человек. И вот это я и отдала. Все, она там опять глазками похлопала, и все. В общем-то, это то, что я хотела вам сказать. Будьте бдительны, пожалуйста, пенсионеры. Будьте бдительны. Проверяйте вот это все. Потому что те, кто уже подписал вот эту недееспособность, это они будут шуровать вашими персональными данными, вашим счетом, как хотят. Там будут отмываться деньги бюджетные. Все будет у них по закону между собой. Хотя это нарушение закона, потому что должно быть решение суда. То есть нельзя просто так подсовывать вот эту бумажку на недееспособность, чтобы гражданин сам подписал, что он недееспособный, им отдал. Но им-то, вы знаете, мы имеем дело с бандитами, с пиратами здесь у нас на территории Советского Союза. Поэтому им, в общем-то, все равно. Тем не менее, они свой там вот этот бандитский кодекс, они его чтут. Им нужно все равно вот эти вот бумажки самих для себя или для отчета старших бандитов, им нужно это давать. Поэтому, ну, ты сам подписал. Вот здесь вот давай поставь, да еще расшифровать ее надо. Прикиньте, как это лихо. В общем, это супер просто. Браво. Я им аплодирую, стоя, наверное, вот так вот стоя. Это вот, это же надо до какой степени. Теперь я понимаю, вот, у меня дошло это до глубины, наверное, до глубины моих клеток, вот эта наглость. Я теперь, если это раньше воспринималось как-то, где-то, как-то, то сейчас, сейчас я понимаю этот масштаб. Все, ребятки, вот я человек, я дочь Бога, я вам изъявляю, убирайтесь прочь с моей планеты, убирайтесь прочь отсюда, с нашей территории, с нашей земли, из нашего Советского Союза. Руки прочь свои липкие, грязные ручонки воровские, прочь от наших советских активов. Пошли вон отсюда. Благодарю за внимание, прошу прощения у моей аудитории за эмоции, но я думаю, у вас такие же эмоции, когда вы это всё поймёте, когда вы сами начнёте с этим сталкиваться и увидите. Вчитывайтесь в каждую букву вот этого изопового языка, что делать. Они нас образовывают, кстати, они нас заставляют сжимать кулаки, что называется, тренировать свою волю. Вот что они из нас делают людей, на самом деле, человеков. Делитесь этим видео, всех вам благ. С вами была Галина Конышева.